Увидев на пороге своей квартиры председателя областного объединения профсоюзов в сопровождении сразу двух съемочных групп, Дмитрий Данилович был смущен и немного растерян. Человек, прошедший войну, а после более 40 лет исправно трудившийся главным бухгалтером в аппарате областной профсоюзной организации, не привык к повышенному вниманию к своей персоне. Хотя, бесспорно, Дмитрий Данилович гостям всегда рад. Встреча получилась доброй и по-своему семейной. В беседе с профсоюзным лидером ветеран рассказал о себе, о своей службе и тех принципах, которые ему помогли в жизни. А это трудолюбие, любовь к своей родине, готовность встать на защиту земли, на которой живешь. Работать надо. Кто работает, тот получает. Смотря, конечно, на какой должности. Любить родину. Вот самое главное. Ну, что еще? Всех любить надо. Такие жизненные принципы были присущи Дмитрию Маньковскому, начиная с молодых лет. Деревенский парень был призван на фронт, не умея даже обращаться с оружием. Но сомнением не было места. Встать на защиту родной земли – это святая обязанность каждого мужчины. Воевал на Третьем Белорусском фронте в составе мотострелковой части, с которой выполнял поставленные командованием задачи. Стояли в обороне. Нас определили и сказали так. Будет наступление, мы прорвем оборону, и как прорвем оборону, вас сразу сменят. Вы пойдете на переформирование уже. На Третьем Белорусском фронте, да. Через четыре дня. Какой там, слушайте, как пошли в наступление. В атаку прорвались, и пошел, и пошел, и без сна, без всего. Понятно, что профсоюзные организации, которые работают, естественно, с работающими, с трудящимися, с членами профсоюза, но мы же не можем забыть и не можем уйти в сторону от тех, кто проработал, проработал и вышли на пенсию. Здесь это уникальная ситуация, когда мы можем увидеть человека, который пережил вот эти страшные годы, там месяцы, дни войны, вот он в семь лет, то есть семь месяцев по госпиталям. Довольно тяжелое ранение. И опять же, вот сегодня подчеркнуто было, да, что вместе, как будто лозунг, мы сильные. Долгожданную победу Дмитрий Данилович Маньковский встретил в госпитале, получив тяжелое ранение. Пережив ужасы войны, все тяготы послевоенного периода, Дмитрий Данилович остался верен себе и своим взглядам на жизнь. Слушая его рассказ, понимаешь, что этот скромный человек и есть настоящий герой нашего времени. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.